Я приехал в Сочи, город в котором я вырос, в Олимпийскую столицу и курортную столицу России. Я хочу рассказать вам о Сочи, который знаю я. Во многом он изменился за время подготовки к Олимпиаде. Здесь появились не только новые спортивные объекты, но и современный аэропорт, железнодорожный вокзал, многоуровневые транспортные развязки, высотные дома и фешенебельные гостиницы. По всему городу указатели на английском языке. На автобусных остановках появились электронные табло. Сельские местности Сочи, в которых с приходом Олимпиады ничего не изменилось, живут своей жизнью. Вообще Сочи это многонациональный город. Здесь очень много диаспоры, самая большая из них армянская, почти 20% жителей. Для меня символичным местом является вот это небольшое село Нор-Луис, в переводе с армянского Новый Свет. Его еще называют маленьким уголком Армении в Большом Сочи. Здесь есть своя часовня имени святого Норека, свой родник с чистой горной водой. Скульптура основателя армянской письменности Месропа Маштоца и каменная стела Хачкар – памяти жертв массовых убийств армян в начале прошлого века. То, что мы вот это все сделали, это все сделали мы своими силами. Мы никого не просили о помощи, ни администрации, ни этого. Мы не связаны с Олимпиадой, ни с кем не связаны. Мы своей жизнью живем. Если помогут, спасибо, говорим, отлично. Если, во всяком случае, не пропятствуют. Местные жители хранят традиции армянской культуры, сочиняют стихи и играют на самодельных музыкальных инструментах. Как сказочный город ночью, сверкаешь огнями на море. Ты – символ мечты моей, Сочи. Цветешь и не ведаешь горя. Раскинулся вдоль побережья, Жемчужиной стал на Кавказе. Исторический город Сочи славился своими усадьбами и поместьями. В царской России они принадлежали известным коммерсантам и аристократам той эпохи. В советское время эти участки перешли под управление спортивных боссов и членов номенклатуры. Они приезжали сюда как отдыхать, так и лечиться. Это дача Сталина. Она была построена специально для него. Именно по приказу Сталина город Сочи стал развиваться в 30-е годы прошлого столетия как курорт. Здесь стали появляться здравницы и пансионаты. Сам Сталин приезжал сюда ежегодно на протяжении 11 лет со своей семьей и лечился на мацетинских источниках, расположенных неподалеку. Когда я учился в школе, сюда водили экскурсии. Сейчас попасть сюда сложнее, поскольку это частный пансионат. Мрачноватые комнаты и коридоры Сталинской дачи остаются нетронутыми. Сохранились деревянная отделка из дуба, ореха и каштана, люстры, лестницы, витраж из венецианского стекла. Это одна из 18 дач Сталина и единственная в Сочи. Однако ее не видно ни с моря, ни с дороги. В бывшем кинозале сохранились личные вещи вождя. Кровать, диван с конским волосом, письменный стол с телефоном-вертушкой и морским прибором из черного мрамора и горного хрусталя, подаренным Сталину Мао Цзэдуном. Эти помещения открыты для посетителей. Остальные же переделывались под гостевые номера с 1958 года. Когда летом 2007 года Сочи получил право проведения зимних Олимпийских игр, сочинцы вышли праздновать эту победу на Театральную площадь. Я тоже был здесь и хорошо помню, как многие задавались вопросом, успеет ли город подготовиться к Олимпийским играм. С тех пор было много недовольных теми неудобствами, которые пришли в город вместе с Олимпийской стройкой. Однако другие полагают, что Олимпиада это в первую очередь имидж, и она позволит вдохнуть в город новую жизнь. Раньше, я помню, Сочи воспринимался исключительно как место для летнего отдыха. Зимой город замирал в ожидании следующего сезона. Да, Сочи примет зимнюю Олимпиаду, но летние виды спорта здесь были востребованы всегда. В частности, теннис, который продолжает оставаться одним из самых популярных в городе. Здесь им занимаются и летом, и зимой, и дети, и взрослые. Свои первые шаги к успеху делали на сочинских портах будущие первые ракетки мира Мария Шарапова и Евгений Кафельников. Тренер Валерий Шишкин на протяжении 12 лет работал с Кафельниковым и начиналось все на этих самых портах на улице Чайковского. Здесь же с 10 лет тренировался и я, поэтому считаю эти корты родными в том числе и для себя. В любом случае теннис оставится видом спорта номер один. По той простой причине, что здесь все благоприятствует развитию тенниса. Великолепная погода, великолепные корты, воздух, море, дети расслабленные. Все это способствует хорошему развитию в спортивном плане. Как курортный город, Сочи не может жить без развлечений. И в Сочи есть свои знаменитости. Мой друг детства Давид виртуозно делает сахарную вату. Он танцует под музыку своего кумира Майкла Джексона с исполнением знаменитой лунной походки. Давид сам сконструировал свой музыкальный сахарный автомат, из которого на выходе получается вата в форме сердечек и различных животных. Его ролики в интернете просматривают тысячи пользователей, а каждое выступление в городе мгновенно собирает внушительную аудиторию. Люди приезжают серьезнее. И серьезнее город становится, архитектура. И соответствовать имиджу. Я всегда старался украшивать, потому что я люблю свой город. Это просто искренне относиться к людям. Понимать, что если они приезжают с деньгами в кармане, то строим такой праздник, чтобы они не расставались с удовольствием. Новый Сочи – это еще и новая ночная жизнь. Среди посетителей баров и клубов, ценных которых сопоставимы с московскими, даже в зимнее время много приезжих. Конечно, лет пять назад представить такое было невозможно. Одна из главных задач Сочи после Олимпиады – сохранить новые позиции города, не утратив при этом став. Мне, как сочинцу, хотелось бы надеяться, что проведение крупного спортивного события не окажется для города просто минутой славы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова